По последним данным, взрыв в городском троллейбусе в Волгограде унес жизни 14 человек. Мощность бомбы составила почти 4 килограмма. В тротиловом эквиваленте бомба сработала в утренний час пик, транспорт был переполнен. Этот теракт прогремел спустя всего 17 часов после взрыва на железнодорожном вокзале. Для координации действий силовиков в город по поручению президента прибыл глава ФСБ Александр Бортников. Здесь он провел заседание Национального антитеррористического комитета. Какова обстановка в городе и какие заявления прозвучали, узнаем у нашего корреспондента в Волгограде Дмитрия Кулько. Дмитрий, здравствуйте. Ждем от вас подробностей. Да, Галина, недавно в Волгограде закончилось совещание Национального антитеррористического комитета, которое возглавил лично глава ФСБ России Александр Бортников. Он заверил, что обязательно будут расследованы оба теракта. Также на заседании много говорили про усиленные меры безопасности в Волгограде, в частности о введении дополнительных нарядов полиции. Вместе с полицией уже патрулируют бригады казаков и дружинников. Также по указу президента будет усилен весь силовой блок не только в этой области, но и в других регионах страны. Мы принимаем совместные меры с органами власти и местного самоуправления для осуществления необходимых мер закрадительного характера. В том числе и привлекаем дополнительные силы в бригаду внутренних войск, которые будут работать на улицах совместно с представителями полиции. Привлекаем общественные организации. Ну а в эти минуты волгоградцы возвращаются домой. Судя по большому скоплению людей на остановке, жизнь в Волгограде нормализуется. Хотя утром после теракта, который произошел в троллейбусе, многие, конечно, с опаской передвигались на общественном транспорте. Некоторые даже выходили раньше и шли на работу пешком. Но сейчас атмосфера в городе, жизнь в городе становится размеренной. И в вечерний час пик вновь забиты троллейбусы. Имеется, конечно, пассивно, но куда деваться? На работу надо идти и надеемся, что наши правоохранительные органы сделают свое дело. Во многом жители стали спокойнее и за тщательной работы полиции. Они весь день останавливали автомобили, останавливали и досматривали автомобили. Проверяли документы у прохожих. Идут поиски подозреваемых. По неофициальной информации, причастным к теракту на ЖД-вокзале может быть Павел Печенкин. Участник Буйнакской бандгруппы, известный под именем Ансор Арусь, уроженец города Волжск. Он работал медиком в Казани, там пропал и весной 2012 года примкнул к боевикам. Еще раз повторюсь, пока это непроверенная информация. Тем временем следователи еще не закончили работу на месте взрыва троллейбуса. И улица Каченцев по-прежнему перекрыта. Калина. Спасибо. Это был Дмитрий Кулько из Волгограда с последними новостями о ходе расследования второго теракта.